Время говорить. Время говорить. 14 августа в советском районном суде Рязани состоялось заседание по вопросу избрания меры пресечения в отношении обвиняемого, который подозревается в получении 28 мая в своем служебном кабинете взятки в размере 500 тысяч рублей. О решении суда расскажет Глеб Галушкин. По версии следствия, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Геннадий Ноздрин дважды в рабочем кабинете в конце мая и начале июля брал взятки за решение о выделении нужным фермерам субсидий на погашение агрокредитов. Первый раз сумма составила 30 тысяч рублей, а второй 500 тысяч. С обвинением Геннадий Ноздрин не согласен. По сообщениям рязанских информагентств он утверждает, что взяток не получал, а деньги передавал первому зампреду рязанского правительства Дмитрию Андрееву. В пятницу следователь и прокурор просили Советский районный суд назначить Ноздрину меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября. Адвокат же наставил на домашнем аресте. По итогам заседания суд учел положительную характеристику с прежнего места работы и вынес постановление о домашнем аресте. Теперь до 30 сентября Геннадию Ноздрину запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а общение ограничено лишь с супругой и адвокатом. Напомним, что за взятку в крупном размере полагается наказание до 12 лет тюрьмы и штраф от 70 до 90 крат размера суммы полученной взятки. Управление Федеральной налоговой службы в целях повышения качества и доступности предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг запустило пилотный проект. Теперь горожане в стенах многофункциональных центров смогут получить 6 дополнительных услуг. Каких именно, расскажет Алена Куколева. Какие это услуги? Они одни из самых востребованных во взаимоотношениях налогоплательщика и налогового органа. Например, с момента введения в действие этого дополнительного соглашения через сеть МФЦ физическое лицо сможет представить заявление в налоговый орган об использовании налоговой льготы, об уточнении информации об объектах налогообложения, направить сообщения, касающиеся объекта, по которому не получено налоговое уведомление, ну и ряд других государственных услуг. Если вы не задаете вопрос, а насколько востребованы окажутся новые услуги, почему они включены в пилотный проект? Ну, достаточно сказать, что у нас более 240 тысяч физических лиц на территории Рязанской области, которые на постоянной основе используют налоговые льготы. Рязанцы смогут узнать и погасить свою задолженность по имущественным налогам в любом МФЦ. Помимо информирования, в офисе центра можно будет подать заявление на предоставление налоговой льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам. Также здесь можно получить распечатанную квитанцию и погасить долг, воспользовавшись ближайшим терминалом. Новый услуг будет оказываться бесплатно во всех офисах МФЦ при предъявлении паспорта, а также соответствующего заявления. Привычная для взора горожан привокзальная площадь железнодорожного вокзала Рязани-1 в скором времени преобразится. С вокзала Рязани-1 поезда дальнего следования отправляются в Москву и Санкт-Петербург, Самару и Саранск, в Уфу и во множество других городов России. В летний период в сутки вокзал обслуживает более 40 поездов дальнего следования. И первоначальное мнение об облике города, как правило, складывается с привокзальной площади. Привести ее в порядок было давней необходимостью. Какие работы будут проведены и в какие сроки, узнаете из следующего сюжета. С понедельника, с 17-го числа, с 17-го августа на площади привокзальной перед вокзалом Рязани-1 начнутся ремонтные работы по проведению этой площади в нормальное состояние. Вы сами видите, здесь асфальтовое покрытие и разметка давным-давно уже требуют ремонта. Параллельно с этим у нас будет меняться ограждение, меняться будут киоски, которые находятся на этой площади. То есть мы будем вместо существующих торговых точек приводить все в соответствие с требованиями ООО ЖД. То есть стандартные, согласованные с властями торговые места, которые будут эстетически удовлетворять всем необходимым требованиям. На площади привокзальной будет полностью заменено все асфальтовое покрытие, будет сделана разметка и заменены бордюры. Привокзальная площадь будет приводиться в соответствии с требованиями транспортной безопасности. И на время проведения ремонта здесь, конечно, будет ограничен въезд, нахождение автомобильного транспорта на этой территории. Ремонт займет порядка месяца. В нашу редакцию продолжают поступать звонки горожан, обеспокоенных неудовлетворительным состоянием их придомовых территорий. На этот раз нам позвонили жители улицы Островского. Глеб Галушкин отправился в рощу, чтобы выяснить, с какими проблемами пришлось столкнуться местным жителям. За почти 30-летнюю историю с момента постройки многоэтажки территория перед 128-м домом по улице Островского, что в горроще, не ремонтировалась. По крайней мере, так говорят местные жители. Слова жильцов подтверждает и внешнее состояние двора. Дорога полностью разбита, многочисленные колдобины и ямы расположены у каждого подъезда. Периодически они, конечно, засыпались щебнем, однако таких полумер хватало ненадолго. И дорога вновь возвращалась к своему исходному, то есть разбитому состоянию. Жильцы дома по улице Островского, 128, рассказывают, что зимой участковый терапевт даже отказывается к ним приходить на вызов. Настолько становится скользко и опасно ходить по двору. Потому что здесь дорога плохая, участковый врач к нам не приходит, потому что к вам не пройдешь. Это вот честно вам говорю, вот у меня мама завтра 40 дней будет. Болела? Тяжело болела? Я вызывала врача на дом. Она говорит, лучше не вызывайте, я к вам не пойду, потому что у вас, во-первых, ломаешь ноги. Это из-за того, что у нас в счете вот эта постоянная канализация, она подмерзает и получаются вот такие вот прям наледи, наледи, наледи. А канализация течет, там запах или что? Да, да, ужасный, ужасный запах. А сейчас эту дорогу облюбовали еще и автомобилисты, которые пытаются через двор сократить свой путь. Особенно плотный поток машин здесь создается в часы пик, когда на улице Островского и в Заковольтной скапливаются пробки. Решить тему с ремонтом дороги жильцы пытались неоднократно. Однако, кроме отписок чиновников и невыполненных депутатских обещаний, они ничего не смогли добиться. По крайней мере, пока. Не числится их придомовая территория в плане на ремонт не только в нынешнем, но и в следующем году. По Островскому пробки стали страшные. И все едут через наш двор, через дом ребенка, в Заковольтную. И до такого степени, 27 лет, вот дому нашему, и ни разу не ремонтировались дорога. Уже неоднократно задавали этот вопрос и депутату, и всем. И три года назад, когда ремонтировали двор, значит, вот того дома соседнего нашего, сказали, что на следующий год будем ремонтировать ваш двор. Прошло уже три года. Да, три года прошло, никаких движений пока нет. Однако жители дома по улице Островского, 128, сдаваться не собираются. Они продолжают бороться за свой двор. И сейчас оставляют коллективную жалобу для районных инстанций. В Рязани прошла проверка всех образовательных учреждений города на предмет их готовности к началу учебного года. В состав проверяющей комиссии входили специалисты Управления образования и молодежной политики администрации Рязани, Роспотребнадзор, Госпожнадзор, а также сотрудники полиции. Как сообщается на сайте город-администрации, в текущем году ремонтные работы проводятся в 125 образовательных учреждениях. И к 1 сентября они будут завершены. Подробнее в сюжете. В период с 10 по 14 августа проводится проверка всех образовательных учреждений города на предмет их готовности к началу учебного года. Разноплановые мероприятия включают в себя проверку наличия системы видеонаблюдения, входных металлических дверей, домофонов и кодовых замков. Освещённости прилегающих территорий и справности ограждений. В настоящее время около 70% образовательных учреждений оснащены системой видеонаблюдения. В преддверии начала нового учебного года органы внутренних дел совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами области проводятся комиссионные обследования образовательных учреждений. Особое внимание уделяется учреждениям, где проводился ремонт, в том числе капитальный. Ведутся проверки лиц, осуществляющих этот ремонт непосредственно. Далее. Внимание уделяется особой антитеррористической защищённости, а также отсутствии возможности проникновения на территорию образовательных учреждений посторонних лиц. Первое. Конечно же, это безопасность пребывания детей в образовательных учреждениях. Это безопасность пожарная, это безопасность антитеррористическая, это безопасность дорожного движения. Вот эти вопросы, они всегда очень актуальны и им уделяется особое внимание. Сейчас система образования Рязани включает 200 учреждений, в том числе 111 детских садов, 66 школ, 2 интерната, 21 место дополнительного образования детей. В текущем году ремонтные работы проводятся в 125 образовательных учреждениях и к 1 сентября они будут завершены. Областной театр на Соборной к открытию 78-го театрального сезона готовят премьеры сразу нескольких новых спектаклей. Как отмечает художественный руководитель театра, зрителей будет ждать много интересных и неожиданных постановок. Алена Куколева побывала на встрече рязанской труппы. Открытие сезона совпадает с премьерой. В октябре к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина вниманию зрителей Рязанский театр на Соборной представит спектакль «Яр». Постановка станет первой в России по мотивам этого произведения великого поэта. Полностью будет работа постановочная группа из города Санкт-Петербурга. Ставить будет Наталья Сергеевна Лапина. Наталья очень хорошо уже известна нашему рязанскому зрителю по таким спектаклям, как «Танец Дели» и по «Детство 45-53», которую по книге Улицкая она сделала. Также планируется постановка спектакля на малой сцене по произведениям Платонова. Этот проект выиграл Гранд Министерства культуры и направлен он для творческого поиска молодых режиссеров. А маленьких зрителей театр порадует традиционной новогодней сказкой. В этом году она будет русская народная сказка. Мы давно не баловали наших зрителей русскими сказками. Года-два как, пришло время. Следом у нас пойдет большой проект, большой спектакль «Книжна мэрия» по Лермонтову. По словам художественного руководителя, у театра планы на будущий сезон весьма амбициозные. И каждый зритель сможет найти для себя что-то интересное. За летние месяцы жители нашего города уже успели привыкнуть к пятничным мероприятиям, которые каждую неделю проходят на главной пешеходной улице Рязани. Ну а в минувшую пятницу на почтовой можно было не только весело провести время, но и угоститься медом и другими продуктами пчеловодства. Ведь на этот раз праздник был посвящен медовому спасу. Считается, что этот христианский праздник знаменует уход летом. А свое название он получил потому, что именно с этого дня пчелы перестают трудиться на полях и носить нектар в свои соты. А это значит, что пасечникам пора их закрывать. Правда, как нам рассказали пчеловоды, каждый год это происходит в разное время. Но обычно к медовому спасу мед нового урожая уже готов к употреблению. На самом деле соты закрыты были гораздо раньше. Это опять же зависит от погоды. То есть мед качают именно когда соты запечатаны. То есть мед, который пчела приносит, он достаточно сырой. Потом идет целый процесс внутренний, они его выветривают. И в конце концов получается вот той консистенции, которая необходима. Когда соты уже закрыты. Вот в это время можно соты скачивать, мед скачивать. Считается, что в этот день пасечники должны угощать медом всех желающих. И тогда в следующем году их ждет хороший урожай. Видно, в 2014-м пчеловоды пожадничали. В этом году мед гораздо меньше, где-то примерно одна треть от прошлого года. Но, судя по количеству меда, представленного на праздники, есть надежда, что любители этой сладости не почувствуют в нем недостатка. Я очень люблю сладкое, поэтому я мед ем и на завтрак, и по праздникам, и в будние дни. Вы сегодня не упустили возможность? Попробовали эту праздник? Я все попробовала. И как вам? Мне очень нравится. Мне очень нравится, что сегодня большой выбор меда. И каждый, кто-то любит липовый, кто-то любит цветочный, кто-то любит алтайский мед. И вот эта возможность попробовать приобрести что-то из продуктов пчеловодства, тоже на этой ехать предусмотрено. Медовый – первый из трех спасов. Впереди наш друг Яблочный и Ореховый, которые также будут праздноваться на главной фестивальной площадке уходящего летом – улице Почтовой. На сегодня это все новости. Далее в эфире, как всегда, программа подробностей. Гостем нашей студии стал Юрий Змейков, председатель Ассоциации приемных родителей Рязанской области. Спасибо, что были с нами. Завтра программа «Время говорить» вновь выйдет в эфир, и наши авторы расскажут о самых интересных событиях уходящего дня. Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Субтитры создавал DimaTorzok